Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как правильно повесить икону в комнате, в каком месте она должна висеть? Здравствуйте! На молитву принято становиться лицом на восток, а отварем на восток строятся православные храмы. Поэтому и иконы желательно расположить на восточной стене комнаты. Но если нет возможности сориентировать иконы на восток, можно расположить их в любом другом доступном месте. Главное, чтобы перед иконой было много свободного места и могли уместиться все желающие домочадцы на общую молитву. Можно поместить иконы на полочке или развесить на стене. Конечно, в первую очередь необходимо иметь в доме иконы Спасителя и Божией Матери. Если есть возможность разместить в доме больше икон, можно это сделать иконами особо чтимых святых, иконами святых небесных покровителей, членов семьи. Иконы должны быть помещены в отдельном от других предметов месте. Крайне неуместно смотрятся иконы в книжных шкафах, где хранятся книги светского характера. На полках, рядом с косметикой, фотографиями близких, игрушками, статуэтками или просто являются неким украшением интерьера. Существует ошибочное мнение, что супругам нельзя вешать иконы в спальне, а если они есть, на ночь необходимо закрывать их занавеской. Это заблуждение. Во-первых, никакой занавеской от Бога укрыться нельзя. Во-вторых, супружеская близость в браке грехом не является. Поэтому смело можно помещать иконы и в спальню. Иконы могут находиться в каждой комнате, в этом нет ничего дурного и предосудительного. Но наивно полагать, что чем больше икон в доме, тем благочестивее жить православная христианина. Довольно часто такое собирательство становится обычным коллекционированием, где нет речи о молитвенном предназначении иконы, и может оказать совершенно противоположное воздействие на духовную жизнь человека. Главное, чтобы перед иконами возносилась молитва. Также ошибочно полагать, что икона является неким накопителем Божьей благодати, которую можно подчеркнуть при необходимости. Благодать действует не от иконы, а через икону, и не спосылается Господом, верующим в него.